Здравствуйте! Это программа «Линия правды» и я ее ведущая Александра Гауэрт. 26 апреля 1986 года случилась авария на Чернобыльской АЭС. Последствия самой крупной катастрофы в истории мирного атома специалисты со всего мира устраняют до сих пор. Первыми в ликвидации последствий аварии приняли участие сами сотрудники станции. Они занимались отключением оборудования, разбором завалов, устранением очагов возгораний на аппаратуре и другими работами непосредственно в реакторном зале, машинном зале и других помещениях аварийного блока. В обезвреживании территории после аварии приняли участие 31 743 человека из Казахстана. Сегодня в гостях нашей студии Шалкарбек Баудинов, участник ликвидации последствий аварий на Чернобыльской АЭС. Мы рады приветствовать вас в нашей студии. Здравствуйте! Первое, что я хотела бы узнать у вас, чем вы занимались до того, как произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС и как вы туда попали? Да, прежде всего я в 70-м году приехал сюда в город, после окончания 8-летней школы поступил учиться в строительное училище по профессии монтажники стальных железобетонных конструкций. В 73-м году, получив диплом и четвертый разряд, уже как специалист, мы уже занимались строительством крупных объектов в этом городе. Это и автобусный парк, и домостроительный комбинат, и много крупных объектов. Ткацкая фабрика, ну, последний объект мой, радиозавод, который остановился, когда развалился Советский Союз. В 86-м году, когда произошла авария на ЧАЭС, ну, в то время, это время Советского Союза, мы только по новостям слышали какие-то там скудные, кажется, сообщения о самой аварии, о последствиях и прочее. Но первую же партию 15-го мая 86-го года из моей бригады призвали на военные сборы в районе Чернобыльской АЭС, Черново-Володю. Недолго он вернулся, осенью того же года вернулся, но в апреле 87-го года он скончался у нас. Недолго он пожил. Это были последствия, да? Да, да. Он как раз участвовал, когда закрывали саркофаг, 4-й энергоблок. Во-первых, надо остановиться, наверное, о самом происшествии. Это очень страшная техногенная катастрофа. Взорвался 4-й энергоблок. Ну, разные версии есть. Есть человеческий фактор, там ошибка специалистов и все прочее. Но само по себе атом – это вещь, которую очень тяжело, наверное, контролировать. И где-то какой-то был сбой, из-за чего произошел вот такой страшный взрыв. Я вот из того, что мы когда участвовали, мы постоянно получали информацию, что этот энергоблок всего 3 года работал, 4-й год. Он был загружен на 30 лет, 180 тонн обогащенного урана. И он должен был 30 лет бесперебойно работать. А тут получился вот этот взрыв, и порядка 30% ядерного топлива взорвалось, ушло, выбросилось. Что-то осталось в самом реакторе. И там радиационный фон был очень страшнейший. И вот самые первые, которые участвовали, пожарники. Вот 22 человека из пожарной части погибли. Они практически все их постарались самолетами вывезти в Москву, пытались вылечить. Ну, практически все они, у них страшный этот радиационный загар, они все погибли. А сколько других погибших, знаете, это советское время, все это было засекречено. И поэтому там особой информации мы не получали. И я в тот, именно за 10 дней до моего призыва на военные сборы, нас вызывали в наш городской военкомат ночью, в 3 часа ночи. В то время шла еще афганская война. Я сержант запаса первой категории по приходу повестки, по получению повестки. Я в течение трех часов, я уже должен быть в военкомате в полном сборе. Вот так в 3 часа ночи мы там это, ну, там прошли, получается, как мы обмундирование все, померили, какой размер, и все прочее. Это, видимо, была предварительная подготовка к сборам. Но ничего не говорили, что нас призовут, или что. А буквально через 10 дней я со своей бригадой, я руководил бригадой, строили вот наш крытый рынок, центральный рынок, заканчивали уже монтаж. И утром полдевятого мы с восьми начинаем работать, а где-то полдевятого подъехал наш служебный автобус, там отдел кадров наша, Сойна Алла Ивановна, и с ней подполковник из обл. военкомата. И Алла Ивановна у меня попросила собрать бригаду, я всех собрал в вагончике. И она объявила, вот сейчас говорит, товарищ подполковник, он вам сделает объявление. А у нее в руках были карточки, наши кадровые карточки. И там как раз именно с моей бригадой, вот шесть человек, он нас сказал, что вы сейчас едете в военкомат, проходите медкомиссию, дальнейшее вы там получите это самое. Когда мы пришли в военкомат, в течение буквально двух часов, наверное, мы прошли медкомиссию, вот со мной еще пять человек с бригадой. Прямо вот так, практически, почти всю бригаду забрали у меня. Прошли медкомиссию, нас собрали в конференц-зале обл. военкомата, вышел военком, обл. военком. Тут же нам начали раздавать повестки, и он нам объявил, вы призываетесь на военные сборы в районе Чернобыльской АЭС на 180 суток, то есть на шесть месяцев. Все, нам дали два часа на сборы. Проехали мы в свою организацию, получили там на дорогу деньги, заехали домой, там попыщаться, собрали продуктов, нам сказали, продуктов на пять суток поезда, потому что будем ехать. Вот так нас и отправили. Вам вообще объясняли, что вам предстоит там делать? Ну, знаете как, мы люди военные, я прошел армию, знаем, что такое атом, что такое радиация, у нас противоатомная защита, это мы все как-то... Ну, это все было не на практике, это все было теоретически. А тут, когда мы ехали туда, ну, практически в неизвестность. Нас привезли сперва в Челябинск, там пересадили на киевский поезд. С Киева нас повезли в Белую церковь, там полностью, вот мы снимали гражданскую, нас переодели в военную форму. И ночью на Уралах, на машинах повезли в район Чернобыля. И вот привезли нас, там шесть военных городков стояло, от каждого военного округа. Нас призвали от Уральского военного округа, тогда Среднеазиатский военный округ там еще не присутствовал. И вот нас как, прикомандировали к Уральскому военному округу, первые 3-4 суток мы прожили в палатках. Декабрь месяц, мороз 27 градусов, двухметровый снег. Там в тот год страшный снег, оказывается, был и в городе. Ну, первая жуть, то, что вот мы когда уже ехали вот на Уралах, с Белой церкви до Чернобыля, это где-то мы в 40 километрах от станции были, это там 30-километровая зона очуждения называется. Всем близко. Закрытая. Где-то, ну, буквально вот колючая проволока в 100 метрах нашей городки уже военные расположились вот так. Ну, там временные такие казармы легкого типа. Кто в палатках еще мы были поначалу, потом нас перевели в казармы. Ну, ощущение было жуть, не света, темень. Проезжали населенные пункты, и кого нету, народу нету. Потому что уже в мае месяце, после первомайских демонстраций, там праздников, начали людей там быстро экстренно вывозить оттуда. И вот такое ощущение было жуткое. И когда нас потом уже, мы выехали в Чернобыль, вот в декабре месяце на первые работы, там отмывали дом правительства, называется там двухэтажный дом, специально для правительственной комиссии готовили, его отмыли там. У меня монтажная бригада, сварщики, монтажники. Мы сделали забор, ограждение вокруг этого здания. И вот там, город Чернобыль, порядка 43 тысяч человек проживал раньше. Это как наш Шучинск, например. Пустой совершенно. Дороги, там одна единственная дорога была, по которой ходили машины на станцию. И каждый туда-сюда, вот каждый час там идет крас, поливает дорогу. Потому что, вот что проделать ценная пыль, это после, с колес там это не поднималось, все это заливается специальными растворами. Кругом тропиночки. И стоят везде знаки, опасно заражение, опасно заражено. Ну, знаете, это жуть такая, в общем. И вот 40 километров, эти, когда мы до Чернобыля ехали, проезжаешь 9 совхозов проехали. Там очень вкусно населенный район. И получается, вот один совхоз заканчивается, через 150 метров второй совхоз начинается. Все пусто. Ни животных, ни одного не видели. Ни птиц не видно, никаких там сорок, ворон. Ничего не видать, понимаете, вот эта зона. И вот с этой жутью мы, это... Ну, первое ощущение, там, где-то на 34-й день мы уже начали ощущать, что такое радиация. Все начали кашлять. Вот прямо вот щитовидка начинает зудить, и кашель все, поголовно все начали кашлять. А когда уже в зоне начали работать, то и голова кружится. Вечером приезжаем в казарму. Вот тут мы пол седьмого выезжали. У нас там специальная была столовая. Откормили. Там конвейер, 60 девушек стоят, выдают нам подмосы с продуктами, с питанием. И вот мы утром, в 7 утра проходим завтрак. Пол восьмого уже на объекте начинаем работать. Ну, там распределили у нас. Вот нас было только с города. Вот в нашей партии было 54 человека, чисто городских. На следующий день еще 100 с чем-то человек. 110, что ли, еще привезли с области Кочетавской. Это и Келлеровка, и Володаровка, и Щучинск. Со всех районов. Шкалово, Таинчо. Со всех районов еще 110 человек. И вот нас распределили. А мы чисто как Кочетавские попали в 4-ю роту. В основном все в 4-й роте были. В 3-й роте. С Щучинска ребята уже, областники попали. С Петропавловска ребята были там. Потом нас начали распределять по организациям, которые участвуют в ликвидации аварий. Я со своей бригадой, меня прямо так с бригадой определили югэнергомонтаж. Мы на самой станции не работали, мы работали вокруг станции. Строили пункты усиленные, ПУСО называется, пункты усиленной санитарной обработки. Мы, потому что монтажники, строители. Конкретно этим вы занимались на территории? Да, вокруг станции. Станция Лилева в 7 километров, Гиброва в 25 километров от станции. Это все в 30-ти километровой зоне. Потом очистные сооружения. Это то, что с реактора охлаждающая вода сбрасывается в Припятское водохранилище. А она проходит через очистные. Вот мы шла Мацтоники, контейнеры варили по спецзаказу. А до этого две вахты мы работали на территории завода Генератор. Спецзаказы на третий блок. Там получилось, что четвертый блок уже заканчивали закрывать саркофагом. Там работы шли внутри транспортного коридора, машинного зала. Там что-то еще наши, тоже наши качетовские, это многие там бригады попали и внутри работали. Они работали по 20-40 секунд в день. Мы работали вот с 8, где-то с 8 до 7 вечера. У нас потому что первая зона, первая зона немножко подальше от станции. Ну, считалось, что как первая зона, меньше радиации. Радиации хватало везде там. Потому что каждые 14 часов с реактора, то он продолжает реакции, идет, он выбрасывает энергию. Там была специальная труба, выбрасывающая это, там фильтры. Каждые 14 часов вертолетный полк начинает летать, менять эти, как их называют, фильтры. Когда вертолеты залетали, все, уровень радиации резко повышается. Мы начинаем сразу кашлять, начинаем это носом кровь, может пойти в головокружение. Потому что резко фон. Если там 60-80 миллирентген в час, такой фон уличный, вот воздуха. Когда это начинает, там 140 до 200 поднимается миллирентген. А вот какие-то препараты, какую-то помощь вам оказывали для того, чтобы ваше здоровье хоть на каком-то уровне сохранялось? Честно говоря, никакого, никакого. Никакого, конечно. От кашля нам давали детские таблетки, пиктусин. Вот такими прямо кульками. Наш медик, ротный медик нам выдавал вот кулек батальонный. Кашляем. Ну чего, горстями глотали эти таблетки, она ничего не помогает от радиации. Работали в обыкновенной солдатской форме. Бушлаты, все как полушапки, гимнастерки, сапоги. Ничего особенного не было. Нет. Вот там где-то, которые на станции им давали эти, что это, марлевые повязки, лепестки. Все. Которые в самом начале, которые еще и солдаты там видно, что они... Ну, я не видел, чтобы они были в противогазах, но были тоже вот в этих черных лепестках там. Может, какая-то часть кому-то и давали, или это только для съемок показывали, что в противогазах и прочее. Этого ничего не было. Ну, то, что сейчас показывают, например, в современных фильмах, которые снимают про Чернобыль и Чернобыльскую АЭС, что действительно люди, которые участвовали в ликвидации последствий, они были обмундированы, на них были какие-то противогазы и так далее. Это все... Я вам скажу, вот наша вахта, вот мы вахтой работали же, по 15 дней вахта, потом 15 дней в военно-строительном отряде мы находимся. Отдыхаем, в следующей партии едет. Вот и за 15 дней через столовую одновременно проходило порядка 100 тысяч человек. Одна столовая, она вот кормила всех. Представляете, вот там за полтора или два часа 100 тысяч человек проходит. Это сколько там народу. Можно представить. Поначалу, вот декабрь, январь, нам белье меняли чаще. Там баня. Вот мы приезжаем, отработали, потом в столовую не попадешь, если на тебе радиация. Там стоит японский аппарат на входе. Вот как в вокзалах, везде сейчас стоят, это металлы, а там именно на радиацию. Если только 0,1 миллирентгена на тебе есть радиация, пыль, аппарат сразу трещит. Тебя не пропускают. Идешь в баню, полностью опять моешься. Ну, поначалу нам меняли белье, там, ну, это, обмундирование было. Потом, видать, все-таки, ну, это, не бездонное, видать, военные склады и все прочее. Потом уже этого не было ничего, уже потом все реже, реже, реже там. Ну, каждый день, естественно, приходилось, обязательно в баню идем, полностью себя смываем. Ну, мы вот за 40 километров жили, но она тоже, там же эта радиация, она, облако куда пошло, куда ветер понес, туда и понесло. Она и доска, самые первые же скандинавы зашумели, шведы и норвежцы. Как только авария произошла, уже через сутки они уже скандал подняли. У них радиационный фон повысился. А наши трое суток не сообщали, пока голос Америки не сообщил. В надежде скрыть, да? Вот мы работали там за 25 километров, а там тоже такой же фон. Мы вот в Чернобыле 17 километров от станции, дом правительства, когда огораживали, яма буром бурим, вот 80 сантиметров ямы, да, вот дозиметром проверяем. Так вот, там земля уже на метр, она уже фонит. Эта радиация, она моментально, там уже, понимаете, уже земля. Вот за лето уже, видать, земля насытилась. Потому что дожди и все прочее, это же радиация, она в землю, в грунт уходит. И вот одна ямочка 70 миллиардов, другая 120, может быть, понимаете, вот такая вот, она как местами. Там вот недалеко от станции есть, мы его называли район Рыжий лес. Вот когда первый взрыв был, и вот это облако село вот на, там сосновый бор, красивый был сосновый бор. Вот он сел на него, иголки, вот порыжили, вот его почему и назвали, стали аж коричневые. И потом начали осыпаться иголки. Голые его, этот лес потом выпиливали, выкорчевывали. И метровый слой потом этими скреперами землю вывозили куда-то, ну, называют хранилище отходов ядерного топлива. Хаят. Хранилище отходов ядерного топлива. Вот куда-то это грунт увозили, а с Припяти из водохранилища песок привозили и засыпали там, вот эти, чтобы уменьшить радиацию. Вот такие работы. Скажите, пожалуйста, после того, как ликвидация закончилась, вы посещали Чернобыль? Были еще раз там? Нет. В общем, мы, нас призвали на 6 месяцев, вот я 4 вахты с бригадой отработал в зоне, на пятую вахту уже в апреле меня, нашу бригаду не пустили. Там как раз я был делегатом партийно-хозяйственного актива Чернобыльского округа. Я был партворгом Роты у себя. И так получилось, что меня делегировали на этот партийно-хозяйственный актив. В Москве был генерал-полковник Новиков такой, замминистра гражданской обороны. Он участвовал в этом. И там получилось так, что он хорошо высказался в отношении наших командиров. Вам, говорит, страна доверила специалистов, лучших людей. Потому что вот наша партия уже шла к тем, кому за 30, у кого семья, у кого двои детей. Потому что последствия, в дальнейшем, о последствиях государства тоже, видать, задумывалось. Выгод их переоблучили. Там, знаете, вот нам сперва давали эти накопители, забирают, но мы не результата, не знаем. Вот за январь месяц мне 1,88 рентген поставили мне за первую вахту, вот за 15 дней. А потом вот в апреле уже в зону не пускают, в февральскую. Ну, накопители забирают, но не говорят результата. Это тоже скрывалось. Потому что там все-таки мы передозировались от радиации. В апреле меня уже в зону не пустили. Потом командир мне, а все равно 6 месяцев, мы же призваны на 6 месяцев. И он мне предложил это, с бригадой построить казарму новую. Вот я за 22 дня мы с бригадой поставили казарму, сдали под ключ. И командир мне пообещал, наш командир батальона, аккорд выполнишь, первых отпущу. И вот он нас 7 мая вызвал меня и сказал, все, ну, поблагодарил. И сказал, завтра я вас отпускаю. На завтра нас рассчитали, ну, там, на дорогу денег дали, вернее, зарплату нам потом перечислили домой. И 8 мая нас отпустили домой. Вот я из той партии, моя бригада первая мы уезжали. Весь батальон нас провожал, честно говоря. Вся наша рота, батальона провожали, потому что мы первые. 5 месяцев с небольшим мы побыли. К сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы нашли время и пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Дорогие телезрители, время нашего эфира подошло к концу. Мы не прощаемся с вами. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова